Самое важное в шаге приглашения, это привыкнуть к звонкам. Часто говорят, я боюсь позвонить знакомым, я боюсь приглашать в бизнес людей. У меня к вам вопрос, чего вы боитесь? Вас же за это не убьют. Скажите, вот вас пригласили сегодня в этот бизнес, ваши спонсоры вам позвонили, сказали какие-то слова, и вы сегодня в этом бизнесе. У вас появилась надежда на то, что ваша жизнь будет изменена. Ребят, перед вами сижу сегодня я. Почти два года назад, год и восемь месяцев назад, я сидел дома в состоянии полнейшей депрессии, и я не знал, что мне делать. Я очень много работал, я очень многого добился, но не добился реализации своих целей. Мне позвонил Слава Ушенин, и сказал, Санис, классная тема. И сегодня я, благодаря этому звонку, успешно обеспеченный человек, богатый я и не знаю, но обеспечен точно. Сегодня вот мы с вами сидим, мы разговариваем в моем собственном кабинете. Я всю жизнь мечтал в кабинете. Это классно, когда жизнь меняется. Вы видите, какая красота вокруг. И жизнь того человека, которому вы звоните, может сильно измениться. А ты сегодня боишься ему позвонить. А вдруг он не поймет, а вдруг он скажет нет. Ну и что? Он забудет об этом звонке через 5 минут. Скажите, вас когда-нибудь приглашали какое-то неинтересное для вас приключение? Какой-то клуб, который вам не понравился. Какое-то мероприятие, какой-то тренинг, какое-то обучение, какая-то тусовка. Короче, что-то, что вам не понравилось. Приглашали? Вы можете сейчас вспомнить. Вы будете думать долго. Еле-еле вспомнить один-два случая. Но все остальное вы не вспомните. Знаете почему? А вы забыли об этом через 5 минут. Ты его позвал, и ты переживаешь, что он тебе сказал нет. А он через 5 минут уже забыл о том, что он тебе сказал нет. Ему все равно. Ему гораздо важнее думать про себя. Поэтому никогда не думайте о том, что подумают про вас люди. Давайте им шанс. Как перебороть страх? Просто звони. Первый звонок страшен, второй звонок страшен, десятый звонок уже не страшен. А дальше самое важное в пункте приглашения, это стать профессионалом приглашения. Не у всех все получается с первого раза. Да? Но кто-то из вас сегодня хорошо играет на пианино. Что сразу начали, сели, и вот сразу симфония пошла. Пошла, да? Не знаю, лунная соната, сразу поиграл, да? Нет. Много лет тыкали эти клавиши, чтобы потихоньку, потихоньку у вас начала получаться музыка. То же самое в приглашении. Научитесь разговаривать с людьми. И приглашение для тебя больше не будет проблемой. В тренировке все достигается упражнениями. Самое главное и важное, прежде чем начать тренироваться на живых людях, позвони спонсору. Потренируйся на нем. Пускай он сыграет твою сестру Лену, даже если его самого зовут Алексей. Скажите? Алло. Пускай он сыграет твоего брата Ивана, хотя его зовут Маша. Твоего спонсора, да? Пускай он играет твоих знакомых, а ты тренируйся, тренируйся и тренируйся. Кстати, если ты спонсор, и у тебя есть дистрибьюторы, когда будешь их тренировать, как это делать? Он тебе звонит. Ролевые игры с телефоном. Ты притворяешься его приглашенным, и сначала ты соглашаешься легко. То есть ты говоришь, да, окей, приду. И исправляешь только незаметные, ну, какие-то мелкие ошибки. Потом потихоньку ты начинаешь сопротивляться. Ты говоришь, да, окей, но у меня нет времени. Да, окей, а ты мне расскажи подробно, что это такое. Ой, а меня уже звали. И ты начинаешь давать возражения все серьезнее, 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 чтобы твой новичок, натренировался на этих возражениях, чтобы у него начало получаться. И чтобы, когда ему что-то сказали, у нас же все возражения-то одни и те же. Одни и те же. У меня нет времени. У тебя нет времени, чтобы стать богатым? Правда? А, ну да, тебе на работу надо ходить. Некогда же зарабатывать-то, блин. И потихоньку он у тебя натренируется. Самое главное, не ругай своего новичка, когда он на тебя тренируется. Если у него не получается, говорит, ты молодец, все хорошо, ты все правильно сделал. Только давай подкорректируем один маленький нюанс. И тренируешься заново. Часто на тренировку уходит до двух часов. На тренировку одного человека. Не жалей это время, потому что натренируешься. Один раз его натренируешь, и дальше все будет хорошо.